Восстанавливать ответ мы с вами научились. Давайте теперь покажем, что на самом-то деле массив прив не так было нужен. Можно было обойтись и без него. Еще раз внимательно давайте посмотрим, например, вот наш массив а сверху показан, снизу показан заполненный массив d, в котором мы видим, что есть два числа 5. Это означает, еще раз, что есть уж как минимум две последовательности длины 5, возрастающие, одна из которых заканчивается в элементе номер 12, одна и другая заканчивается в элементе номер 14. Давайте подумаем, как же, то есть мы уже знаем последний элемент последовательности. Давайте возьмем, например, 12 элемент или 14, неважно. Давайте подумаем, а где же, как же нам искать предыдущий. Раньше нам об этом говорил массив прив, теперь вот массива прив у нас нет, придется как-то его руками искать. Ну, во-первых, что мы знаем про этот элемент? Он находится, конечно же, левее, чем 12 или 14, да? Во-вторых, мы знаем, какое у него значение написано в ячейке d, а написано у него там число 4, потому что раз уж у нас 12, например, элемент это 5, то предыдущий перед ним элемент должен иметь оптимальную последовательность, заканчивающуюся в нем длины 4. Это другое его свойство. Ну и оставшееся свойство, то, что соответствующий элемент массива a должен быть строго меньше, чем вот либо 12, либо 14 элемент. Правильно? Ну, такой элемент мы вообще-то и сами можем найти, просто пройдясь справа налево по массивам d и a. Давайте вот что покажем. Вот возьмем элемент, например, 14. Мы знаем, что вот здесь написано число 5, значит, есть какая-то оптимальная последовательность, заканчивающаяся в элементе номер 14 длины 5. И мы знаем, что надо просто пойти вот по этому массиву справа налево, пока мы не найдем элемент, в котором написано 4, во-первых, в массиве d, а с другой стороны, чтобы в массиве a в соответствующей ячейке было написано число, которое строго меньше, чем 8, чтобы оно действительно могло быть предыдущим. Здесь таких чисел, вот мы видим h2, 5 и 6, можно взять любое из них. Можно идти просто справа налево, и когда мы натолкнулись на такое число, ну сразу его и взять. Так, ну теперь мы знаем, что вот есть 11 элемент, это предыдущий перед пятеркой. Мы знаем, что если пойти еще левее, то нам надо теперь наткнуться на элемент, в котором в ячейке в массиве d будет написано число 3, а в соответствующей ячейке в массиве a должно быть написано число строго меньше, чем 5. Ну давайте опять-таки идти вот сюда справа налево и искать такой элемент. Найдем мы элемент с индексом 6. В нем вот здесь написано 3, действительно, а здесь написано число, которое меньше, чем 5. Вот есть еще одно такое число 3, здесь написано, но в нем вот здесь написано число 8, поэтому этот элемент мы бы не могли взять, поскольку он не может быть предыдущим перед числом 5. Ну и так далее берем и раскручиваем оптимальную возрастающую подпоследовательность с конца, получится вот такая вот последовательность. То есть просто идем, но неудивительно, что в массиве d числа, которые у нас получились, это 5, 4, 3, 2, 1, поскольку это просто, они задают эти индексы последовательные элементы в максимальной возрастающей подпоследовательности. Вот, как видите, массив прив не так и нужен был, псевдокод мы уже писать не будем, оставим этот для вас. Надеюсь, по этому иллюстративному примеру было все-таки понятно. Так, перед тем, как переходить к заключению, давайте мы без доказательства сформулируем следующий факт. Задача, которую мы только что решили за квадратичное время, задача о максимальной возрастающей подпоследовательности, может быть также решена за время n log n. Похожим, но более сложным алгоритмом. Теперь заключение. Итак, что у нас произошло? Первое, что мы сделали, мы с вами посмотрели на то, как постарались проанализировать структуру оптимального решения, чтобы понять, какие же подзадачи нас будут интересовать. Мы постепенно поняли, какие будут подзадачи, и заодно установили так называемую оптимальность для подзадач, которая в данном случае говорит нам, что любой префикс нашей максимальной возрастающей подпоследовательности обязан быть тоже оптимальным. То есть обязан быть максимальной возрастающей подпоследовательностью, заканчивающейся в данном конкретном элементе. После этого мы стали решать все наши подзадачи, все n подзадач, постепенно увеличивая индекс i, то есть постепенно увеличивая сложность. Чем больше становился индекс, тем понятно, что задача сложнее. После этого мы поговорили о том, как можно восстанавливать ответ И установили мы с вами, что можно, во-первых, как собрать некоторую дополнительную информацию Которая в общем случае собирается так Мы для каждой подзадачи просто пытаемся понять, на какой из подзадач реализовалось текущее оптимальное значение Можно было поступить так, а можно было на самом деле и просто посмотреть на массив D То есть на нашу таблицу так называемых решений для подзадач И понять, как с помощью этого массива можно было восстанавливать ответ Ответ восстанавливается как бы справа налево, с конца он разворачивается и делается это за линейное время А вся задача у нас решилась за квадратичное время